Тем, кто нуждается, помогать надо не рыбой. Им надо дать сеть и научить ловить рыбу. Этот принцип социальной политики в 80-х годах провозглашала железная английская леди Маргарет Тэтчер. А в 2000-х этот принцип взяла на вооружение правительство Казахстана. С января 2012 года здесь стартует новый этап программы занятости. Но на этот раз безработным предлагают не новые рабочие места, а кредит на создание собственного дела. Я хотела бы вот самую крайнюю, рассвет, это как бы дает надежду на будущее, начало новой жизни. Она бы находилась у парадной двери, чтобы человек видел, что можно никогда не поздно и всегда можно начать жизнь сначала. Мадина Умарова планирует, каким будет ее собственный салон красоты. Она одна из участниц программы занятости 2020. Так теперь принято называть безработных. Дипломированный экономист, не найдя себя по специальности, несколько месяцев ходила на курсы косметолога. Социальные курсы переобучения – первый этап, который должен пройти претендент на микрокредит. Хотела бы открыть прямо здесь где-нибудь на Арбате. Не обязательно большой, но уютный, красивый. Я не хотела бы дорогой, но хотела бы, чтобы мои услуги были на самом высоком уровне. 34 миллиона долларов США намерены пустить на микрокредитование безработных. В органах социальной защиты уточняют – отбор претендентов будет очень строгим. Специально для этого созданы новые структуры – центры занятости, где обучают безработных. Комиссия будет рассматривать претендентов на наличие именно способностей на то, чтобы человек действительно мог реально использовать средства по назначению, чтобы была отдача. Но все-таки последнее слово останется за микрокредитными организациями, которые будут выдавать кредит. Там они уже как профессионалы будут взвешивать риски, будут оценивать бизнес-план, будут оценивать рентабельность. И, конечно же, так как это кредит, то там должно обязательно присутствовать залоговое имущество. Нам очень важно с вами определить, чего мы, собственно, с вами хотим. И здесь самый первый вопрос, который мы должны задать самим себе – что я хочу. Коуч-тренинги стали густо популярны в Казахстане в середине нулевых. Все они нацелены на личностный рост и успех. Коучинг – инструмент, предназначенный для раскрытия потенциала человека, развития его способностей и талантов в разных сферах жизни. Конкретно в этом центре учат, как и с чего начинать свой бизнес, помогают бороться с комплексом безработного и советуют, как правильно продавать себя на рынке труда. Надежда на будущий успех стоит сегодняшним безработным недешево – 800 долларов. Когда мы начинаем работать с человеком, человек приходит со своим видением, со своей идеей, со своей задачей, поводушевленный. И когда мы начинаем проверять на реальность, насколько он готов дальше идти, его видение на ближайший год, на два, на три, на пять, очень часто бывает, что либо это не то, чем хотел бы человек заниматься на самом деле, потому что эта идея пришла из социума и навязана извне. С кандидатами в бизнес пока сложно, говорят тренеры. Чтобы начать свое дело, одного желания мало. Здесь нужен особый склад характера, предприимчивая жилка и железные нервы. При этом большинство безработных – женщины. Здесь у нас находится магазин по продаже запчастей. То есть мы занимаемся специализированно несколькими видами машин. Тойота, Субару, Митсубиси. Молодой предприниматель Денис Григорьев шесть лет работает на себя. Когда ему надоело работать продавцом автозапчастей, он пошел в банк, получил кредит и открыл собственный сервисный центр. Это был риск, на который способен не каждый. Боязнь банковского кредита, она существовала всегда. Многие люди боялись брать. Я, как и все остальные, тоже боялся. Ну, на самом деле, все не так страшно. Когда в банковский кредит берешь, главное – рационально использовать эти средства. В случае Дениса риск оправдался. Сегодня салон процветает. Сам хозяин считает – все благодаря трудолюбию, решительности и силе воли. Без этих качеств создать успешный бизнес невозможно, предостерегает успешный предприниматель новичков. А так, 20 тысяч долларов, которые государство предлагает безработному для раскрутки, достаточно для начала. На первоначально этой суммы, я думаю, достаточно. Ну, а если для развития более такого широкого спектра, то этого будет мало. Не надо бояться, но надо брать, открывать, работать. Ну, стремление и стимул – это основные, как бы, такие показатели, которые существуют, я думаю, в любом деле. По мнению экспертов, новая программа занятости 2020 имеет явный антикризисный оттенок, никогда не спускающий правительству ошибок экономисту разжандосов на этот раз признает – программа нужная и своевременная. Всегда есть выбор довольно за малым, но как бы более стабильно, да, там. Или рисковать, быть самостоятельным. По сути, государство должно поощрять тех, кто готов реально рисковать, начинать свое дело. То есть климат весь, от налогов, начиная до пожарной инспекции, они должны быть необременительными. Но у казахстанской бизнес-среды есть свои местные особенности. Они не имеют ничего общего с открытым предпринимательством и честной конкуренцией. Но их необходимо учитывать. Субъективно мне кажется, что сейчас в процентном отношении меньше людей, которые хотят сознательно быть предпринимателями, бизнесменами. Ну, понятно. В общем, у нас разные же типы бизнеса. Можно, понятно, там иметь какого-нибудь дядю-замминистра, и он тебе будет помогать выигрывать тендер. Мне было ничего бесплатно. Это глупость. За все нужно платить. Стать участником программы и даже войти в список соискателей не так-то просто. Собеседование, десятки справок о составе семьи, о состоянии здоровья, отсутствии постоянного дохода и долгов по налогам – это только верхушка айсберга. Образование и профессия в соответствии бизнес-предложения приоритетным направлениям экономики – основные критерии отбора. Программа нацелена прежде всего на то, чтобы люди могли себе сами создать занятость, что повысит не только их доходы, но и доходы тех людей, кого они вовлекут в свой личный бизнес. То есть кредитуются, они открывают малый бизнес. Конечно же, в одиночку его не будут реализовывать. Они будут вынуждены нанимать персонал, помощников, набирать какой-то штат, какую-то команду укомплектовывать. Главный редактор газеты «Работа для всех» Дмитрий Беркуненко занимается подбором вакансий для тысяч безработных. Годы анализа рынка труда, спросы и предложения привели его к неожиданному мнению. Микрокредиты для безработных – мера своевременная, но, как и предыдущие, социальные проекты может увязнуть в бюрократических коридорах и менталитете казахстанцев. Если говорить о большинстве людей, которые рассчитывают, в принципе, получить какую-то занятость, то меньше процента из того населения, которое, в принципе, является безработным, может использовать эти деньги. Почему? Потому что в основном менталитет построен таким образом, что человек рассчитывает получить работу и быть вольно-наемным, то есть человеком, работающим на какого-то дядю. Организовать собственный бизнес, организовать собственное дело, продвигать его – это нужно иметь, во-первых, мужество, во-вторых, иметь очень большой спектр навыков. Но Министерство труда твердо намерено перевооружить растущую армию безработных. Сегодня их в стране официально порядка 78 тысяч человек. Половина живет в селе. Станут ли социальные аутсайдеры акулами бизнеса или благополучно пройдят кредиты? Такое в истории благих начинаний уже случалось. Ну, вообще-то лучшее рабочее место, я так думаю. Конечно, рабочее место. Рабочее место – это факт. Кредит и брать это, я думаю, что… Работать надо все равно. Кредит оплачивать надо. Да, вот именно. Ну, наверное, новое рабочее место. Ну, кредит. Не каждый, во-первых, осуществит свою мечту. Не у каждого может поучиться. Каждый человек – специалист своей профессии. Поэтому, я думаю, не нужно менять работу. Надо заниматься своим делом и развивать свой профессионализм. Человек выбирает профессию еще в детстве. Чтобы достичь чего-то, он многое переживает. Поэтому, я думаю, не надо менять работу. Это будет очень сложно. Я, например, журналист и люблю свою работу. Это моя профессия. Я не смогу другим заниматься. Я думаю, если твоя работа не приносит нормального дохода, лучше отказаться от нее и начать свое дело. Потому что у каждого есть семья, которую нужно кормить. Не нужно стыдиться работы. Профессию надо выбирать по любви. Но во время выбора следует быть бдительным и слушать зов сердца. Можно выдать кредит, чтобы себе работу нашел. А делся получше. Лучше рабочее место. Чтобы вот заводы стали работать. Ну что это такое, развалили все заводы. А завод Ленина какой был? Сколько народу туда миллионы шли? Ну, дело в том, что рыбака не надо рыбу. А надо научить, чтобы он ловил рыбу. И чтобы, если ему создадим рабочее место, он будет работать. Тем самым он и на кредит будет у него возможность брать. И, наверное, уладит свою жизнь. Рабочее место. Дело в том, что он будет постоянно работать и семью кормить.